Почему приходят зрители на стадион? Зачем они приходят смотреть на этих девочек? Лиза Туктамушева производит впечатление симпатичной девушки-куколки. Молодой человек сидит в красивой позе, он на нее смотрит. В вашем коллективе есть девушки? Размеренно! Дима, ноги! В жизни все-таки есть место для справедливости. Несколько лет назад в Петербурге появился спортивный клуб фигурного катания имени Тамары Москвиной. Она, как никто другой, заслуживает этой чести. Ее пары добыли на Олимпиадах 8 медалей. Из них сразу четыре золотых. Иди поближе, Дима, догоняй партнершу! Но это все прошлое. А сейчас Тамара Москвина готовит новую пару. Возможно, к следующей зимней Олимпиаде. Мы приехали к ней в клуб, думали встретиться в уютном кабинете. А попали прямо на тренировку. Тренировку ее учеников Александры Байковой и Дмитрия Козловского. Ребята выиграли два этапа гран-при, попали на финал. Не попали, а заслужили выступать. Да, абсолютно правильно. Хорошая заявка перед чемпионатом России? Ну, вообще, как этап, конечно. Потому что финал чемпионской серии – это достойное соревнование. Ну, а чемпионат России – совсем другое соревнование. Результаты вашей пары идут по нарастающей. Шестое, пятое, третье место. Вы знаете, наверное, вы за этим следите. А мы смотрим не по результатам, а по качеству их катания. И по тому, как совершенствуются их элементы. Какие новые программы возникли, какие новые элементы они выучивают. И как они постепенно идут, переходят из ранга в ранг. Соревнуются сначала со спортсменами в одном уровне. Выше, выше, выше. Кстати, про качество катания. Юка Каваготи недавно в интервью нам назвала нынешнее парное катание скучным. Не обидно такое слышать от бывших учениц? А вы знаете, нас жизнь научила ни на что не обижаться и ни на кого не обижаться. Кому-то скучно, кому-то нет. Есть новые поклонники. Да, конечно, есть в настоящих правилах очень много требований, которые, пока их всех выполнишь, то некогда заниматься особым творчеством. Но в том-то и мастерство профессионалам, чтобы, несмотря на то, что необходимо выполнить определенные требования правил, тебе все равно удается создать хореографическую миниатюру, заинтересовать сюжетом программы, расположением элементов, сделать программу не стандартную, короткую программу, например, как это принято у всех, а внести изюминку. Вот в 60-е годы, я помню, была такая спортивная пара, чемпионы СССР, Нина и Станислав Жук. Они первыми делали поддержки на вытянутых руках. Ну, возможно, они, возможно, еще в то время тогда были Майя Беленькая, Игорь Москвин, Белоусова, Людмила Олег Протопопов. Вот они привнесли так называемые акробатики, на самом деле, поддержки. И потом пришли элементы выброса. Что значит акробатика? Акробатика не акробатика, а элементы, совместные элементы, в частности, поддержки, которые мы позаимствовали у акробатов, спортивный рок-н-ролл. А потом дальше где-то что-то надо же придумывать, но две руки, две ноги здесь... А когда два человека, то они могут выполнить и элементы статические, например, провозы, когда партнер поднял и в красивой позе ведет на одной ноге. Публике очень нравится. А бывает... И видите, Тамара Николаевна, к чему я спросила? Сейчас есть предложение разделить отдельно прыжки, считать отдельно катание. После всех вот этих историй, когда появляется... Хорошо, давайте вашу профессию разделим. Отдельно кто-то будет снимать, а отдельно кто-то будет говорить. То есть вы против, да? Конечно, против. Комплекс, потом дальше в этом состоит, гармония элементов. То есть элементы, все те элементы, которые можно в парном катании придумать, когда их выполняют два человека, они могут делать вместе, параллельно, раздельно, друг за другом, в разных ситуациях, под разную музыку, с разным передвижением, с разной скоростью. Вот это как раз и дает возможность для творчества. Я общалась с Оксаной Казаковой, когда с вашей бывшей ученицей. Она сказала, что считает, что отношения между партнерами мешают работе. Человека становится слишком много. Имеется в виду, какие вы... Что значит отношения? Ну, так сказать, отношения как между мужчиной и женщиной, ну, как любовь. Мы занимаемся спортом, готовимся к соревнованиям. Естественно, если здесь два человека, даже три, я еще тренер, а сейчас у нас народу мало, потому что все уехали на соревнования. Конечно, между ними существует взаимоотношение, как в любом коллективе. Это химия. Ну, нет, это химия. Вы все меня сбиваете на химию, на взаимоотношения между девушкой и молодым человеком вне пределов катка. А я говорю о взаимоотношениях на катке, когда они должны отображать то музыкальное сопровождение, под которое они катаются, и которое диктует тем настроением, которое заложено композитором в музыке. И это и называется взаимоотношение партнеров на льду. Это и называется актерское мастерство. Вы меня все время сбиваете на то, что вот как они, условно, берутся они за ручку после того, как вышли с катка? Хотите вот это спросить? В вашем коллективе есть девушки? Немного, но есть. У вас тоже есть какие-то взаимоотношения? Как вы считаете, мешают они, если они переходят границы профессиональной взаимодействия? Ну, по своему опыту я могу сказать, что отвлекают. Отвлекают, но в то же время, если они в какой-то степени и вдохновляют. Поэтому, будем так говорить, я не считаю, что этот вопрос является главным в фигурном катании. Хорошо. А что вы не можете простить своим ученикам? За что вы можете, грубо говоря, выгнать? С тренировки там, я не знаю. Я человек, тренер такого либерального плана, характера. И люди разные. И для того, чтобы... Все можно простить. Ну, конечно, все не криминально, естественно. Естественно, не криминально. А потом дальше. Мне, наоборот, нужно найти такой подход к ученикам, чтобы, несмотря на их настроение, состояние здоровья, какие-то бытовые у них сложности, все равно мне сделать интересную тренировку, все равно успешно провести свою работу. Поэтому я, наоборот, у меня девиз такой. Несмотря ни на что, все равно добиться результата. Пусть он будет меньше, чем я его планировала. Но он будет. Сейчас одну секундочку. Так, Дима, я тебя пока не вижу. Давайте. Значит, первое. Темп между шагами и толчком. Твой хлопок по бедрам. Представь, что у тебя там полные карманы... Чего я забыла? Ну, чего-то. Сигарь. А, сигарь. Не, ну, фу-фу-фу-фу-фу. Нет, так, полные карманы, писем от девушек, приглашающих на свидание. И ты оп-пак. И после этого длинный-длинный выезд. Вам никогда не хотелось поработать с одиночниками? Вы же сами начинали как одиночество попробовать просто, нет? А так я и занималась с одиночниками тоже. Такой фигурист Пётр Гуменник, который забоевал право выступать на финале Гран-при среди юниоров. Я с ним занималась. Если вы хороший, условно, скульптор, то надо ли вам заниматься, например, дизайном квартир? Наверное, нет. Наверное, нет. Ну, вот поэтому, если я хорошо делаю одно дело, можно, конечно, попробовать, типа, я и это могу, но я не настолько чистолюбива, чтобы идти в этом. У меня это хорошо получается. Я этими занимаюсь. Более чем. Дима, не было хлопка! Вот смотрите мне, что здесь нравится на нашем катке. Вот видите, как раз там на стене эмблема парного катания Тодес. Он, конечно, выполнен сейчас не по современным требованиям правил, всё равно красиво. Девушка, девушка, смотрите, так низко головой, практически касается льда. Молодой человек сидит в красивой позе. Он на неё смотрит. Тамара Николаевна, а сколько раз в неделю тренируются ребята? А сколько раз в неделю? А сколько в неделю у нас в день? Вообще семь. Семь. Ну, вот они могут трени... Они в основном тренируются шесть дней в неделю. Они катаются два раза в день. На льду могут проводить от двух до трёх-четырёх часов. Вы поедете с ними в Турин? Я поеду как тренер этой пары. Вы видите необходимость введения всё-таки возрастного ценза? Чтобы фигурное катание не ценз как сейчас модно быть детским? Конечно, Лиза только к тому, что производит впечатление симпатичной девушки-куколки, потому что она такая миниатюрная. Или, например, Лизагитова, Медведева. А вы видели сейчас эту Алину Загитова? Мне кажется, что она поправилась несколько так. Она выглядит уже более... Вы неправильно говорите. Не поправилась. Она стала девушкой, на которую приятно смотреть. Она прошла период оформления, переоформления. Ну, и также и другие будут маленькие девочки. Маленькие, потом они становятся побольше, потом они становятся красавицами-девушками, потом они становятся невестами и потом симпатичными, ну, привлекательными женщинами. Не основная жизненная цель – выигрыш. Да, они все стремятся, но если кто-то хорошо научится кататься и потом будет грациозно работать в другой сфере, почему бы и нет? Вы после Олимпиады в Пенхане сказали любопытную мысль, что фигуристки сейчас являются моделями для подражания для женского пола. Конечно. Но ведь, например, при всем уважении при Александру Трусову или Анну Щербакова так не скажешь, они еще слишком… Так, вы сказали правильно, что это я говорил после Олимпиады какой? В Пенхане, в 18-м году. В 18-м. Молодежь растет. Ведь, когда смотришь на детей даже, годовалых, такое умиление. Ну, а здесь девчонки, красивые девчонки, которые выполняют сложные элементы и катаются красиво. И самое главное, смотрите, почему приходят зрители на стадион? Зачем они приходят смотреть на этих девочек? Если это было неинтересно, никто бы не приходил. Да, но вместе с тем Ирина Слуцкая говорит про Трусову. У нее разбег-прыжок, разбег-прыжок. Сколько людей, столько мнений. Вот скажите, пожалуйста, например, ну, вы любите пиво? Да. Да. Спросите меня. А вы любите? А я не люблю. Ну, на вкус и цвет. Ну, вот на вкус и цвет. Поэтому, например, условно, у меня были ученики, которые выигрывали Олимпийские игры. Но другим специалистам мои пары не нравились. Ну, и что? Кто-то восхищается и говорит, смотри, какие молодые девчонки. Смотри, как они здорово катаются. Как они крутят. Как они не боятся крутить. Такие смелые. Я хочу, чтобы мой ребенок был таким же. А другие говорят, посмотрите на девушек уже оформившихся. Медведева, Загин, да других. Туктамышева. Куколка Туктамышева. Это, ну, куколка, это же такое грациозное женское катание. То есть, почему бы нам и не дать возможность для всех любителей фигурного катания наслаждаться тем, чем им хочется наслаждаться. Вы что больше испытываете? Чувство жалости к этим девочкам, которые делают такие сложные элементы? Или уважение вот к их пахоте, которая вывела? Первое. Жалость никогда. Что такое? Человек собирает стадионы. Какая жалость? Извините меня. Дальше. Потом вы говорите слово пахота. Что такое пахота? Пахота – это когда крестьяне, торжествуя, на дровнях обновляют путь, или когда он с плугом вспахивал землю. Такого давно нет. Здесь есть интеллектуальный, очень высокоорганизованный труд. Создание программы и так далее. А вот это слово пахота, оно так принижает работу. Ну, вот я про вашу скажу. Ну, вот что вы тут пашите, извините, на катке? Да, сидите там, бумагоморатель. Вам будет приятно? Мы уже привыкли. Ну, слушайте, вы привыкли. А я считаю, что вы делаете свое дело теми приемами и теми методами, которые приняты в вашей профессии. А ребята с удовольствием, смотрите, разве они пашут? Ребят, сейчас ко мне подойдете. Иди сюда. Один вопрос. Вот скажите мне, вы сейчас чем занимаетесь? Пашите, либо совершенствуете свой любимый элемент ТОБЕС? Совершенствую. Совершенствую. Так, а скажите, пожалуйста, сколько раз, ну, хотя бы в году вы пашите? Пашим? Да. А что мы пашим? Да, вот я и тоже думаю, что вы пашите. Сейчас слово просто неприменимо, он и все молодежи, нет? Нет, ну, может я молодежи. Смотрите, если говорить пашим, то я думаю, что, скорее всего, это 100% у нас на укупе на сборах. Ну, когда там бегаешь, прыгаешь. Ну, приходится. А так, слушайте, под музыку, в такой красивой обстановке, девочка с мальчиком, смотрите, какие красивые. С любимыми тренерами. Вы пашите, пашите. Ну, не принижайте. Я ни в коем случае не принижаю. А вы поехали. Так, только когда ты едешь, вот, едешь, поезжай изнутри. Выезд вот туда, на ту сторону, и тогда разбегайся. Давай. А мы продолжаем прогулку по нашему каточку. Смотрите, наш клуб фигурного катания Тамары Москвиной, чья идея созрела у Антона Сихорулидзе, и он это реализовал, организовал вот этот спортивный клуб. И этот клуб, ну, это школа, это так художественно названо клуб. И вы директор мой? Я старший тренер. Старший тренер. Этот наш клуб находится под эгидой Невского района. Задача нашего клуба – подготовка спортсменов высокого уровня, которые смогли бы защищать честь нашей страны на Олимпиаде. Тамара Николаевна, я вспомнил, как вы говорили, что после Олимпиады в Сочи закончите с тренингством. Что вас заставило поменять свое мнение? Мы же всегда рассказываем о наших планах, как бы сказать, может быть, может быть, потому что пришли, появились или воспитались спортсмены такого класса, которых мы можем увидеть на пьедестале почета Олимпийских игр. В Пекине? В Пекине, да. А может и дальше. Поэтому, когда есть интересный сюжет, тогда мы и работаем. Точно так же, как и вы. Вот нашли такой интересный сюжет и пришли. Нет интересных сюжетов – сидим дома, пьем чай, кофе или едем на природу. Не, нам приходится выдумать, потому что… А, выдумать. Вот, вот, вот. Все мне рассказали. Молодец! Так, сейчас, одну секундочку, сейчас, подождите. Я тебе все время говорю, перед Тодосом дай руку. Перед Тодосом… Встань перед Тодосом. Перед Тодосом делай вот так. А ты теперь попробуй по-другому. Перед Тодосом сделай вот так сначала. Так. Ну что вам, ласточка? Раз, два, три. Так. Сейчас раз. Сейчас я одно замечание, предложение сделала. Так. Класс. И… Так. Три. Так. Вы скажете, что… Почему я считаю? А вот я как раз считаю количество оборотов, которые судья считает в том положении, в котором Саша должна находиться в Тодосе. Вот она вокруг партнера должна четко 360 градусов, 360 и 360. И вот эти 360 должны быть четкие. Не просто «может быть», а именно четкие. А в чем бы мой тренер, когда его спортсмены уже выступают на льду, вот на соревнованиях? Он с ними катается мысленно вместе или просто… Это смотря кто. Вот вы. Хотя кто-то… Я не катаюсь. И я себе говорю, так, Тамара, стой спокойно. Чувствуй, какой у тебя пульс. Пульс должен быть маленький, потому что ты работаешь долго. И я должна следить, чтобы мое состояние здоровья не зависело от какого-то прыжка, какой-то поддержки, которую делают на расстоянии, там, 30-60 метров от меня мои ученики. Я приблизительно, я смотрю и отмечаю, как реагирует зритель на этот элемент. Смотрю, как руководство интересуется моими учениками, смотрит они на них или… А даже такое чувствуете, да? А как же? Дальше. Смотрю, выполняют ли ребята мелкие детали. Например, приближаются ли они к борту на расстоянии метра для того, чтобы потом у них хватило расстояния для исполнения следующего элемента. Поэтому, когда спортсмены катаются, ты должен быть очень трезвым. Все видеть и отмечать по нескольким направлениям. Поезжай дольше, дольше, поезжай дольше, 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 и… Пам! Считай! Так, сейчас снимаю коньки, идем гулять. Куда вам надо? Улыбочку, движение. Если человек не может прыгать четверной, он начинает, чтобы у него программа была, музыкальность, что реберность красивая, костюмы…